дальше просто происходит трансформация вот и все ничего такого сложного что делали сделали ребята например на прошлом хакатоне покажу даже если не уровень а возможности это хакадочи они назвали хакадочи человечек я его кормлю кормлю он да ты могу я вылечу и так далее простое приложение сделано на канвасе за 24 нет за 48 нет но можно использовать ну об этом уже говорили а может быть следующих поколениях часов появится ну чтобы допустим оплачивать ну вот честно мне я об этом уже думал есть другая проблема что если я допустим стою вот так вот в метро это ко мне что-то подносит ну там нужно сделать подтверждение да ну тоже на виду устройство она не в кармане что подносит также то же самое с карточек который лежат допустим сумки да и на все не работают через шилю когда не срабло есть карточка работает ну это как бы одно это такое аналоговое решение ну в кавычках аналоговое потому что все-таки nfc предполагает подтверждение когда мы допустим даже телефоном оплачиваем мы подтверждаем есть принципе тоже самое но как раз минус в том что человек может подтверждение нажать мне поднести и нажать а с телефоном такое вряд ли на то что у меня в кармане ну не знаю в общем это надо над этим надо думать как это можно использовать опять же какой-нибудь парочка вот или на например ну да там все равно взаимодействие опять сход девайсом но могу сказать что часы не работают без телефона их просто нельзя включить при запуске там появляется сразу окно синхронизация то есть его надо активировать она коннектится с устройством и дальше уже работа как часы я не могу то есть я захочу другие часы подключить то они отключаются те становятся просто такими часами до наверно уже все они будут работать но ничего не смогут делать и дальше не нужны другие часы я не сбрасываю опять синхронизирую они работают вот так и один к одному могу показать что сделали на хакатоне ребята очень забавно прикольно просто как он был буквально вот на этих выходных в томске вот и вот Ребята использовали гироскоп, а не гироскоп, акселерометр, при ударе высчитывали за какой-то промежуток времени количество колебаний и данные передавались на телефон, а телефон синхронизировался с сервисом на сервере и издает другому своему оппоненту. То есть игра заключается в том, чтобы виртуально избить быстрее своего противника. И на телефоне видно, что очки, жизнь уменьшается. Тоже сделали за 48 часов. Там фаталит есть? Очень близко к моей мечте бить людей через интернет. Они как раз это и хотели. Они хотели подключить еще одну технологию, которую тоже поддерживает Tizen, WebRTC, видеозвонок. То есть держишь оппонента своего, смотришь на его лицо и виртуально бьешь. И плюс, чтобы еще анимация была кулака, который его тоже бьет. Такая забавная штука. Поэтому, если вы придумаете что-то супер крутое, то Welcome магазин уже сейчас можно продавать и зарабатывать. Ну, вы уже все поставили. В общем, спасибо, пишите нам. Теперь у нас по программе дискуссия. Дискуссия, да? А, ЮИЦ. А, ЮИЦ. Правда, можно спешить если себя не поменю и аdedn. Непонимаете ли аналогичные положения?